Найти себе достойного партнёра по жизни – дело непростое. Ещё сложнее сделать это в преклонном возрасте. Я это к тому, что пока ты молод, привлечь чьё-то внимание немного проще, нежели в зрелом возрасте. Главное – очки талантов распределить куда следует. Я бы делал ставку на харизму и интеллект. Но увы, нынче в моде пошлые губошлёпы и мажоры с папинами кошельками. А вообще, я бы предпочёл про современную моду не вспоминать. К сожалению, с возрастом красивее мы не становимся. За исключением некоторых. Но их в расчёт не берём, они с читами играют. Поэтому привлечь партнёра своим фасадом уже не так просто. Приходится использовать обаяние, таланты, эрудицию. Ну, а кто-то идёт по простому пути, пытаясь использовать money. Ведь, как говорил классик… «За деньги, да. За деньги, да». Причём, как мужчина, так и женщины. Можете говорить что угодно, но я очень сомневаюсь, что там замешана любовь. И многие этими самыми money пытаются злоупотребить, не беря во внимание, что далеко не все так падки на… «Бабки, бабки, сука, бабки!» По сути, об этом и будет сегодняшняя история. Ой, ой, а что это? Эксклюзивный ролик? Мои фоточки? Новости канала? А где же это всё? А всё это в моём телеграм-канале, причём бесплатно! Почему там ещё нету 5 миллионов подписчиков? Где искать, знаете? По этому QR-коду или по ссылочке внизу найдёте. Одним поздним вечером мы с друзьями отправились в клуб-кафе отметить возвращение из армии одного из наших бро. Уселись за столик возле колонок, о чём в дальнейшем пожалели и, собственно, начали веселиться. Спустя какое-то время и сколько-то литров горячительных напитков мы немного осмелели и стали плавно перемещаться на танцпол. Но, видимо, осмелили не только лишь мы, так как во время веселья вокруг нас периодически стали видеться какие-то леди. Парочка мадам, явно за 60, которые сидели за столиком напротив. Весь вечер мы ловили на себе их взгляды и ненавязчивое кокетство. Пока что оно было ненавязчивым. Они постоянно ходили мимо нас, хлопая глазками и кидая фразы типа Чего скучаем, мальчики? А танцуя без нас, постоянно манили на танцпол странными жестами. Всё это не вызывало у нас ничего, кроме улыбки. И тут, наверное, нужно пояснить. Мы были молодые пацаны, красивые, горячие. Естественно, в то время подобные дамы казались нам, ну, мягко говоря, староваты. Особенно, когда в том же клубе было немало альтернатив. Хоть эти женщины и выглядели довольно приятно, в тот вечер у нас, в принципе, не было цели с кем-то знакомиться. Мы просто отдыхали и праздновали долгожданное событие. Но у них, судя по всему, были на нас другие планы. Периодически стали к нам подсаживаться, типа ненароком трогать, гладить, флиртовать. Особенно сильно доставалось Сане. Уж не знаю, чем он им приглянулся. Может, то, что он был самым здоровым из нас. Или тем, что самый скромный и не мог так активно давать отпор. Тем не менее, мы всем видом и настолько вежливо, насколько это возможно давали понять, что нам не интересно. И в какой-то момент, видимо, успев изрядно накидаться и устать от этих прелюдий, женщины решили, скажем так, переступить черту. Ну, ты чё, чё себя как баба ведёшь? Перед тобой две тёлки. Это они сами себя так назвали, если что. Итак, изяк, а ты ломаешься. Короче, даю тебе пять косарей, и мы едем ко мне втроём. Да, вы правильно поняли. Нам было предложено за деньги. Неплохие, кстати, по тем временам. Вы бы видели выражение лица Сани. Он вмиг протрезвел и молящим взглядом смотрел в нашу сторону в надежде на спасение. А мы смотрели на него и не могли понять, его от счастья так перекосило или от ужаса. Но всё стало очевидно, когда он резко встал и отпросился в туалет. Мадамы же, не теряя времени, переключились на нас. Предложив при этом уже удвоенную сумму, но почти сразу получили категорическое «нет». Недовольные и, видимо, неудовлетворённые дамы, поняв, что по-хорошему ничего не получается, решили перейти от уговоров к угрозам. Короче, малой, бабки есть в прямом и переносном. Так что, либо вы по-хорошему соглашаетесь, либо я набираю своему знакомому и вас завтра же закрывают. Скажу, что вы изна... нас изна... изна... короче, плохие вот... Учитывая их состояние, в эти слова слабо верилось. Поэтому мы выбрали другую тактику — тотальный игнор. Видимо, поняв, что с нами суп не сваришь и постель не замараешь, возмущённые и в стельку пьяные дамы наконец-то собрали вещи и оставили нас в покое. Скорее всего, отправившись на поиски другой, более сговорчивой жертвы. Саня же, дождавшись, когда они уйдут, вышел из уборной и до конца вечера сидел озираясь, выглядывая опасность. Возможно, человек даже травму получил. Нас же всё это не напугало, а скорее обескуражило своей беспрецедентностью и неожиданностью. Хотя, возможно, у кого-то даже и промелькнули мысли типа... Ну, они плохие деньги, может, согласиться? Собственно, мораль сей басня такова — деньги могут помочь тебе в решении проблем, но не стоит надеяться лишь на них, теряя при этом свою человечность. И, вопреки популярному мнению, не все мужики думают только об одном, а у некоторых даже принципы есть. Так что впредь не подходите ко мне со своими бесстыжими предложениями, если у вас недостаточно средств. Кнопка снизу подписаться, Зака будет улыбаться, будет радоваться он. Зака, Зака, Закатон. Зака, Зака, Закатон. Зака, 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 Закатон. Зака, Зака, Зака. Зака, Зака. Зака, Зака. Зака, Зака.